Австралия почти победила коронавирус. Здесь зарегистрирован спад заболеваемости COVID-19. Напомним, первые ограничительные меры страна ввела еще в конце января. Благодаря этому из 25 миллионов человек за все время чуть меньше 7 тысяч случаев заражения. Причем австралийцы так исполнительно соблюдают карантин, что в опустевших городах стали появляться дикие животные. Например, в городе Аделаида заметили кенгуру, прыгающего по улице. В чем секрет успеха Австралии, расскажет наша землячка Валентина Гюллер. Она живет в этой стране. Привет, Тюмень. На связи Валентина из Австралии, штат Квинсленд, город Брисбен. Сегодня расскажу вам об актуальной ситуации с карантином в Австралии. Страна у нас закрыта сроком на 6 месяцев. Закрыты также границы штатов внутри страны. Отменены все развлекательные мероприятия. Анзагдэ – это очень большой праздник здесь, как День Победы в России. Он отменен. Закрыты все учреждения, в том числе и развлекательные. Работают только рестораны некоторые в режиме на вынос. Маски у нас носят в основном азиаты, которые предусмотрительно успели их закупить. Сейчас их в продаже нет, купить их невозможно. Существует также дефицит некоторых товаров, таких как туалетная бумага, яйца, мука, рис и макароны. Во всех магазинах есть лимиты на покупку товаров, не более 1-2 единиц на человека. Также санитайзеры на входе и разметка на полу, чтобы люди соблюдали дистанцию – полтора метра между друг другом. У нас предусмотрен штраф за несоблюдение карантина – 1300 австралийских долларов. Но, к сожалению, не все хотят соблюдать карантин. У нас есть уже случай ареста на два месяца и штраф в размере 2000 австралийских долларов за неоднократное нарушение карантина. В это непростое время государство помогает своим гражданам. Увеличены пособия по безработице, пенсионные выплаты, детские, предусмотрены дотации для малого бизнеса. На днях премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о продлении карантина еще на 4 недели. Желаю всем беречь свое здоровье. Спасибо за внимание. Пока! Пока! Пока!